уважаемые друзья приветствую с вами николай мрачковский это очередной выпуск нашего инвестиционного эксперимента где я инвестирую в акции в облигации в золото а также показываю иногда некоторые фрагменты с дивидендными акциями то что я собираю в свой портфель и сегодня я поделюсь с вами фрагментами того как я формирую российский портфель и совсем немного затрону тему американских акций где тоже постепенно начинаю формировать свой именно дивидендные портфель но начнем мы с нашего базового инвестиционного эксперимента который длится уже полгода и можно сказать достаточно успешно на данный момент давайте сначала общие параметры что у нас происходит фондовые рынки последнее время росли вот на сегодняшний день плюс 1 7 процента на российском рынке на американском тоже фондовом рынке все зелененькое растет доллар колеблется плюс минус немножко вокруг 75 76 рублей и все тут куда же он двинется далее и насколько он улетит вверх или продолжит пока работать так но несмотря на все то что происходит с долларами или с иными валютами мы продолжаем нашу активную работу предупреждение о рисках которые я всегда делаю рынок фондовый рынок это опасное место где можно запросто потерять деньги и то что делаю я это ни в коем случае не прямая рекомендация действия вам это больше как мысли на подумать на то посмотреть как это делают другие и отчасти применить к вашей инвестиционной стратегии ваши предложения по дивидендным акциям если есть предложения буду рад их услышать по российским по американским пишите пожалуйста в комментариях на ваш взгляд какие сегодня акции являются наиболее интересными возвращаемся к основной части нашего инвестиционного эксперимента где я инвестирую в облигации в акции в золото и делаю это в пассивном режиме то есть через индексные фонды через и тф и если не знаете что такое обязательно посмотрите выпуск про индексные фонды регулярно минимальной суммы необходимые для поддержания баланса портфеля и проверяю на практике как себя в текущих турбулентных условиях ведут различные инвестиционные инструменты а именно еврооблигации рублевые еврооблигации российских компаний долларовые обязательно акции российских компаний акции американских компаний золото то есть таким образом вот структура портфеля выглядит вот так вот у меня которую я стремлюсь сохранять у меня есть долларовые активы здесь существенная часть есть золото как защитный актив ну и рублевая часть тоже есть какие результаты на данный момент портфель 483 тысячи из них 37 прибыль в абсолютном выражении это силе около 8 процентов средневзвешенная прибыль около 19 процентов и годовая около 40 процентов но средневзвешенная это а прибыль в отношении к средней цене вложен вложенных денег поскольку вкладывались суммы в разное время и поэтому считается но соответственно они проработали разное время смотрим по инструментам наибольшая доходность у нас у американских акций затем у золото у российских акций но облигации так относительно немножко пока сработали вот так вот выглядит вот верхняя полосочка это прибыль то есть снизу это сколько вложено сверху прибыль и в абсолютных цифрах вот как росла прибыль портфеля то есть вот она вот вот так вот движется дополнительные материалы давайте сразу отправлю те кто захочет изучить тематику более глубоко посмотрите видео целый ряд видео уже выходил очень интересных на мой взгляд на канале посвященных инвестированию на фондовом рынке поэтому изучите их под данным видео будет ссылочка на эти материалы на канале как я собираю свои портфели кроме того что вот я делаю в рамках инвестиционного эксперимента у меня есть еще ряд портфелей есть агрессивные портфели связанные со торговлей фьючерсами опционами на российском фондовом рынке но этим у меня занимается отдельная команда трейдеров а есть также дивидендные портфели которые я постепенно формирую по российскому рынку через рекомендации максима петрова опять же отошлю кому интересно посмотрите видео с максимом на мой взгляд были очень ценными и по американскому рынку я прошел три месяца назад курс сергея бриза и мне очень понравился его подход то есть он дал там так четкий алгоритм как отбирать лучшие дивидендные акции сша и ну вот я собственно регулярно поэтому алгоритма прогоняю порядка 250 акций дивидендных аристократов и выбираю те которые сегодня являются наиболее обладают наибольшим потенциалом давайте теперь перейдем к инвестиционному портфелю к формированию его начнем с основного портфеля который у нас состоит из пяти инструментов и так сначала я его пополню мне потребуется около дополнительно 10 тысяч внести на в данный портфель так пополняю готова обнесено смотрим да все вот у меня 20000 на счету акции американских компаний акции российских компаний золото евро облигации рублевый долларовый так у меня здесь сейчас вот распечатка сколько мне надо докупать чтобы мне сохранить тот баланс который я себе наметил 25 процентов акций сша докупаю одну один лот вот они немножко просили поэтому сейчас возможность мне купить немного подешевле и это всегда радует так покупаю готова приобрел так дальше акции российских компаний здесь тоже небольшая была просадка но вот уже опять пошел пошло все вверх докупаю две акции два лота купить готова готова дальше облигации облигации рублевые здесь боковой тренд ну вы видите облигации они не обладают такими сильными колебаниями как рынок акций здесь идет неспешный рост то есть это гораздо более стабильный надежный инструмент и я докупаю здесь так нет ни один мне надо два лота докупить готова облигации долларовые они подешевле здесь в данный момент в данный момент я докупаю 3 лота готова так смотрим у нас акции на 121 600 американских российских 123 600 на 98 99 облигации рублевых долларовых и осталось мне докупить золото золото видим тоже последнее время идет такой боковой тренд вот вверх вниз вверх вниз вокруг уровня примерно около тысячи и я докуплю 2 2 лота по золоту готова 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 портфель дополнен в данный момент 493 800 он стоит и эту часть я закрыл двигаюсь дальше теперь теперь я докуплю акции российских компаний так здесь ну вот мой портфель как раз вот из чего состоит здесь довольно большой уже объемный портфель я когда буду делать отчет по итогам месяца или двух месяцев куда я инвестировал я более объемно вам покажу сейчас я планировал докупить мосбиржу хотя меня смущает конечно что она уже очень выросла в цене вот если вы сейчас посмотрите видите как она взлетела до этого я покупал по заметно более низким ценам но это тот проект в котором я вижу в ближайшее время большой потенциал потому что людей выдавливают с депозитов и они с очень большой вероятностью существенную часть денег будут нести на фондовый рынок так поэтому я здесь докуплю сейчас пять лотов но и в принципе по дивидендам тоже на мой взгляд довольно довольно интересный вариант так купить заявка исполнена готова и следующая докупка которую я планирую сделать это сбербанк не мудрство и лукаво компания в развитии которой в россии по крайней мере у меня серьезных опасений нету хотя она подскочила сейчас в скором времени планируются хорошие дивиденды по сберу но я беру с прицелом на длинный горизонт этими акциями я планирую владеть многие годы а то и десятилетия так берем сейчас чуть чуть поменьше только купить готова готова сбербанк докупил смотрим да вот как раз и сколько надо приобрел готова немножко нарастил свой портфель в российских акциях и теперь мы перейдем к дивидендным акциям сша который я отбираю как я говорил по технологии сергей бриза и делаю это через через интерактив брокерс наверное основной брокера которым пользуется большинство наших сограждан сейчас у меня относительно небольшой портфель здесь вот около 574 тысяч в переводе на рубли вот так он выглядит вот тут ряд позиций сейчас вот у меня здесь как раз есть небольшая сумма для докупок и я смотрю вот у меня здесь расчетка расчетов что я планирую докупать сегодня и где я вижу наибольший потенциал вот я докуплю банковскую компанию количество 4 рыночной проверяю комиссии сожрет 1 доллар вот это большой минус интерактив брокерс тут довольно высокие комиссии для мелких клиентов это надо надо понимать иметь ввиду передать отправлено так и следующее я возьму телекомов телекоммуникационную компанию вот у нее по ней у ней дивидендная доходность около четырех процентов на данный момент долларов это достаточно неплохие цифры для америки по крайней мере как я наберу сейчас так 2 готова 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 так она обновляю хорошо и и еще одну акцию я докуплю из-за энергетиков купить они сейчас доходность около 2 и 8 есть обновляю все все докупил на что хотел по доходности у меня вот так вот сейчас выглядит то есть доходность портфеля за пару месяцев но по сути я в июле начал только его в конце июня начал формировать за пару месяцев два с половиной месяца около десяти процентов и сравнение с индексом snp 500 это вот так вот пока примерно похоже на более длинном горизонте можно будет смотреть что получается дальше вот такие вот докупки я не буду вам регулярно вот показывать по долларовому портфелю буду иногда делать такое резюме раз допустим в месяц полтора поскольку не такие большие пока у меня здесь движение но просто как вот показал поделился как это происходит я для себя только-только вот делаю активные шаги в этом направлении формирую портфель и буду его наращивать до больших величин и большей дивидендной доходности в валюте поскольку вижу в этом большую заинтересованность для себя чтобы иметь денежный поток в валюте кому актуально отправлю еще раз посмотрите видео сергеем бризом вот я именно по его технологии делаю отбор акции мне кажется она очень разумная и такая алгоритмизированная то есть четко шаги что что зачем надо проверять на этом на сегодня все всем удачных инвестиций с вами был николай брачковский еще раз попрошу вас поделитесь вашим мнением по дивидендным акциям куда обратить свой взор буду благодарен удачи